Есть такая вещь, как нравственный долг. И у всех у нас, у всего российского общества, у каждого из нас есть нравственный долг перед миллионами людей, ставшими жертвами массового террора в советское время. Мы знаем, откуда эти люди ушли, знаем ту дверь, из которой они вышли, но во многих случаях не знаем, где они похоронены. И у нас сегодня нет другого способа покаяться, как вспомнить об этих людях, как почтить их память, хотя бы установив какие-то памятные знаки на тех дверях, на тех домах, откуда они вышли в последний свой путь. Рассчитывать на государство не приходится. Особенно сегодня, когда все силы наброшены на то, чтобы это трагическое прошлое нашей страны забелить, забыть, вычеркнуть из памяти. И поэтому каждый должен сделать для себя этот нравственный выбор сам. Я думаю, что последний адрес – это способ нашего покаяния. Это способ покаяния и напоминания будущим поколениям о том, что такой массовый террор, такие жертвы не могут повториться никогда. И поэтому мы хотим, чтобы каждый, кто хочет вспомнить об этом трагическом периоде нашей жизни, вспомнить о людях, которые стали его жертвами, должен принять участие в проекте «Последний адрес». Это стоит недорого, но это останется дорогим для всего нашего общества, для всей нашей истории.